День Победы День мы приближали как могли, этот День Победы Порохом пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы 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 Прошагали полземли Этот день мы приближали Как могли Этот день победы Порохом пропад Это праздник Синеною на висках Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Этот день победы Порохом пропад Это праздник Синеною на висках Это радость День Победы День Победы Этот день мы приближали Как могли Этот день победы Порохом пропад Это праздник Синеною на висках Это радость Это радость Со слезами на глазах День Победы День Победы День Победы Тяготы Испытания Великой Отечественной войны Еще больше Сплотили народу Общим чувством Беззаветной любви К родине И беспредельной Ненависти К врагу И сегодня Это чувство Братства Живет в поколениях Наших народов Это всенародный праздник Память о тех Кто не вернулся С полей сражений О тех Кто ковал Эту победу В тылу Поздравляю вас С Днем Победы С торжеством В котором Селились воедино Радость Память И скорбь Девятое мая Это и государственный И очень личный Семейный праздник Он стал символом Священного родства России И ее народа И в такой сплоченности В преданности Родине Наша сила Уверенность И достоинство Сегодня цивилизация Вновь столкнулась С жестокостью И насилием Терроризм Стал глобальной угрозой Мы обязаны Победить это зло И Россия Открыта Для объединения усилий С другими государствами Готова работать Над созданием Современной Внеблоковой системы Международной безопасности Наши солдаты И командиры Доказали Что они Достойные преемники Героев Великой Отечественной И с честью Защищают Интересы родины Уникальная история Дагестана Многие поколения Горцев воевали Защищая свою землю От иноземных захватчиков С молоком матери Впитали горцы Чувство патриотизма И самопожертвования За сравнительно Небольшой срок Горцы восприняли И полюбили Россию И ее народы Как своих братьев И сестер Вот почему Дагестанцы От мала до велика Самоотверженно Защищали ее От фашизма Как родину мать Всем знакомы эти победные кадры В одружении Знамени Победы Над Рейхстагом Так вот настоящим героем В числе троих Водрузивших первыми Знамя над Рейхстагом Был наш земляк Абдулхаким Смаилов Вот его фото Этот простой деревенский парень Из селения Чагаратар Хасавиртовского района Был призван В Красную Армию В 1939 году Проходил службу В разведроте На территории Украины С первого и до последнего дня Был в строю На его боевом счету 30 уничтоженных И 24 взятых в плен Фашистов В 1946 году Он был демобилизован По ранению Вернувшись на родину Он избирается Председателем Чагаратарского Сельского исполкома С 1955 года На пенсии В феврале 1996 года Президент России Ельцин Подписал указ О присвоении Исмаилову Звание Героя России Когда мы в Белийске подошли Рейхстага И просто когда Окурзили его И сказали Дали красные тряпки И проволока Вот кто хочет Полезет поставить его Там много народ Целый день 1 или 51 мая Утоходили много Умерло Человек народ Он был там Хаким Исмаилов С двумя товарищами Киевлянином Алексеем Ковалевым И меньшанином Леонидом Горячевым Во время штурма Рейхстага Установили флаг На одной из его башен И думал Исмаилов Что через 50 лет Наступит день Признания его заслуг Перед Отечеством И что в его родном районе Соберется столько народа В его честь Осенью 40-го года Колхозники колхоза Имени Буденного Хасавертовского района Проводили комсомольца Ветеринарного фельдшера Эльмурзуджу Магулова На службу в Красную армию После окончания Полковой танковой школы Старшего сержанта Назначили командиром танка Эльмурзабий Мурзаевич Вспоминает Мы с товарищами Готовились к увольнению в город Был воскресный солнечный день И вдруг Боевая тревога Так в нашу жизнь Ворвалась Война Наш танковый полк На большой скорости Совершил марш-бросок Государственной границы В 42-м году Джумагулов уже На Ленинградском фронте Чине младшего лейтенанта В январе 43-го Он участвует В героическом прорыве Вражеской блокады Ленинграда Всех интересует вопрос За что он был удостоен Звание Героя Советского Союза Звот Форсированный реки Дрот Рогачевы Я командую взводу Тремя машинами Основное тяжество Пало на взвод наш Так оказывали Практически помощь пехота Пехота потом пошла Нам оказывают помощь Мы им оказываем помощь Скромность героя Не позволяет увидеть Полную картину Совершенного им подвига А значимость этого прорыва Имела огромное значение Для нашей армии После началось стремительное Наступление советских войск На Белорусском фронте За прорыв вражеской Глубоко эшелонированной обороны Противника в районе города Рогачевка Джумагулов был удостоен Высшей награды страны Героя Советского Союза Защищая родину Джумагулов был четырежды ранен Он участвовал в 54 боевых танковых атаках В поединках со смертью Экипажи танка Затем взвода под его командованием Истребили в боях 600 гитлеровцев Подбили 15 танков Около 100 автомашин 25 орудий 8 самоходных орудий Сотни пулеметов И минометов Вернувшись к мирной жизни Он до ухода на пенсию Работал более 27 лет В военкоматах Готовя новое поколение молодежи К службе в армии Полковник запаса Джумагулов Награжден медалью Золотая звезда Орденом Ленина Двумя орденами Красного знамени Двумя орденами Красной звезды И многими медалями Это гордость поколений Они вписали свои имена В летопись нашей истории Сегодня великий праздник Праздник со слезами на глазах О чем думают ветераны? Конечно же о годах своей лихой молодости О друзьях однополчанах Живых И тех, кто остался на полях сражений И конечно О молодом поколении Кому они передадут эстафету любви К своей родине И патриотизм Каждый из них прошел славный путь И им не стыдно за прожитые годы Это гордость поколений Они вписали свои имена В летопись нашей истории Слава вам, ветераны Уважаемые ветеране Великой Отечественной войны Ветеране труда Уважаемые хосомертовцы И гости Поздравляю вас всех С наступающим Великим праздником Днем Победы В 72-й Газовщине К мятому маю 1945 года Полностью была разгромлена Фашистская Германия И подписан акт о капитуляции Дорога к победе Была очень трудная Очень длинная 3418 дней и ночей Бушевала война Наша страна Потеряла 27 миллионов Солдат и офицеров Красной Армии Они отдали Союз жизни За нашу общую родину Советский Союз За нас За всех За сегодняшнюю свободу Ветерану войны Остались очень мало И остаются Меньше и меньше Праздник Победы Это Общенародный праздник И память Погибших Погибших Воинам Когда мы Поздравляем Друг друга С праздником Победы Мы должны Вспоминать Погибших Вечная слава Живим Ветеранам Войны Вечная память Погибшим Я желаю вам Всем Чрепкого здоровья Долгие годы Достойнее И спокойнее Жизни Мирное Незонебо Над головой Чтобы не были Чтобы вы Ваши дети Внуки Правонуки Не знали Ужасы И страх И войны Всего доброго вам Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 слов. Сегодня будет день напоминаний о подвигах и доблести отцов. Все дальше уходят от нас эти грустные годы Великой Отечественной. Прошло уже 73 года, но каждый год снова и снова в преддверии 9 мая мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в том страшном испытании. В майские дни, отмечая праздник Победы, помня о Павше Великую Отечественную войну, поклонимся великим тем годам и почти минутой молчания. Склонитесь и молод и стар, в честь тех, кто за счастье, кто жизнь ради жизни отдал. Не забывайте грозные годы, как-то пела полская вода. Земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Средались мы у Волгских берегов, на гормушных дивизий врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный старикан. Поклонимся великим тем годам, Тем славным командирам и бойцам, всем тем, которым забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся друзья, Всем мирам, всем народам, всей земля. Поклонимся, поклонимся. Поклонимся, сахар великий бой. Замкнули мы вокруг врагов кольцов, Мы подыкнули гневом и пыльцом, И брать российский самолистикой. Встелил-стелил для врачевских полков, А панчинков ты великий смертный бой. Встелит мир на небо над тобой, Над славной нашей матушкой и бой, Над славной солдатской головой. Поклонимся, великий тем годам, Тем славным командирам и бойцам, И маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, Всем тем, которым забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, Поклонимся, великий тем годам, Тем славным командирам и бойцам, И маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, Всем тем, которым забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, Всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся, 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 Великий тем годам, Всем миром, всем миром, Всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся, поклонимся, Великий тем годам, Великий тем годам, всей землей. Великий тем годам, весь гости и участников предоставляется Главе муниципального образования Хазаевтовский район, Салау Джамбулату Шапевичу. Салам алейкум, добрый день. Уважаемые участники торжественного мероприятия, Дорогие ветераны, От имени администрации муниципального района, От имени собрания депутатов нашего района, Сердечно поздравляю Всех жителей нашего района, Дорогих наших ветеранов, 73-й годовщины победы Великой Отечественной войны. Праздник 9 мая, Я думаю, конечно, это самый главный праздник нашего народа. Это тот праздник, который, конечно, объединяет все поколения наших жителей. И благодаря нашим ветеранам, Участникам, нашим бойцам, Сегодня мы с вами живем в таком прекрасном мире. Более 100 тысяч дагестанцев, наших земляков, Участвовали в боях Великой Отечественной войны. И каждый третий из них не вернулся. И каждый из них, конечно, проявил свою героическую доблесть. 14 тысяч посоветовцев были на фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря их героизме и отчизне, 11 из них были удостоены самого высокого звания, Это Героя Советского Союза. Конечно, не могу среди них не отметить, Как мы сейчас смотрели и на пунктальных фронтах, Конечно, Исмаилова Макхима Исаковича, Джумагулова Ильмазуба Ильмазаевича, И многих, конечно, наших дорогих наших земляков, Которые поливали кровь, И благодаря их героическим поступкам Мы с вами сегодня живем в таком прекрасном мире. Не могу не сказать, ясно, Конечно, о наших героях Великого Тыла. Это, конечно, наши старики, Древнейшие дети. Они всю свою жизнь поручили вместо тех наших бойцов, Которые, конечно, участвовали в победах Великой войны. Ну и сегодня с нами, на сегодняшний день, На сегодняшний праздник, конечно, С нами вместе участвуют наши дорогие ветераны. Но, конечно, к сожалению, Что в зале только сегодня у нас с нами один ветеран. По состоянию здоровья троих, конечно, нет. Мы сегодня будем, конечно, и делегаться с администрациями. Мы с полицей будут посещать их на дому. Хочу их назвать. Это Кубатов Касун Касумович. Это Адигюзелла Усман. Это Козей Искандель. И, конечно, Пателеев Касун Уручевич. Мы вместе сидели в зале. Конечно, мы еще раз свое выражаем, конечно, благодарность. И нашу вечную голову. Спасибо вам, уважаемые ветераны. Хорошие спасибо. Еще раз от имени всего нашего муниципалитета Хочу поздравить вас с сегодняшним праздником. И, конечно, пожелать вам крепкого здоровья, счастья мирного мнения над головой. Тожественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляю открытым. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ На стороне фашистской Германии выступили Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия. У границ Отечества стояла мощная гонтунская армия Японии, готовая любую минуту совершить нападение на нашу родину. Этим сумасбродным планом не было осуждено осуществиться. Агрессоры были разгромлены. И это стало главным событием 20-го века. Творцом Великой Победы стал советский народ, внешний решающий вклад в разгром фашизма. В орбиту Второй мировой войны было втянуто 61 государство. По дружию было поставлено 110 миллионов человек. Судьба Отечества зависела от исхода сражений на Советско-Германском фронте. Здесь происходили самые кровопролитные бои. Здесь были разгромлены 607 отборных дивизий вермахта. Было уничтожено более 75% боевой техники, личного состава и вооружения фашистского блока. Союзники развили в Европе, Африке, Италии всего 176 дивизий вермахта, то есть 3,5 раза меньше, чем советские войска. Германия потеряла на фронте более 13 миллионов человек. Из них более 10 миллионов человек фашистов было убито на Восточном фронте. Основные потери союзники Германии тоже понесли на Советско-Германском фронте. Главным фактором Великой Победы стало единство, беспримерная дружба народов страны, их воевое статуржество. На достижение единой цели разгрома в врагах были направлены высокое мастерство военачальников, величайшее мужество солдат, офицеров, партизан, участников подполя и самоотверженность дружинников в тыла. Дорогие друзья, отдельно хочу сегодня сказать несколько слов о памяти. Ратный и трудовой подвиг народов Дагестана в Великой Отечественной войне, как и других народов нашей многонациональной страны, навсегда останется народной памяти. Наши люди помнят, какой дорогой ценой достигнута победа над фашизмом. Цена победы поистине безмерна. Подрастающие поколения должны знать, кто сорвал гитлеровский план физического истребления народу России. Отношение к памяти о погибших в войне за свободу и независимость Родины – это показатель степени зрелости общества, цивилизованности народа. Умение помнить, умение любить, дорожить в своей истории заключена огромная нравственная сила. Сегодняшняя наша жизнь начиналась не вчера, но сегодня начинается наше будущее. Во имя будущего мы должны помнить тех, кто жалел своей жизни жестокой спадки с фашизмом. Этого отношения сделано немало. Во многих населенных пунктах есть памятники, обелиски, честь победы, честь отдавших жизнь за Родину. Имена защитников Отечества до сих пор живут в горестных сердцах матерей, потомков, детей, так и не узнавших о судьбе отца, сына. Время идет, но люди еще долго не забудут войну. В 1418 дней делилась жестокая битва, и каждая из этих дней – это кровь и смерть, боль и горечь, утрат, радость больших, малых побед. Каждый день страница – бессмертные книги подвига советских людей. Каждая годовщина Великой Победы вновь и вновь возвращает нашу память к ушедшим историю, но незабываемым годам Великой Отечественной войны. Слишком дорого заплатили за свою свободу и независимость народа нашей многонациональной Родины. Миллионы погибших. Пожалуй, нет в нас республики семьи, которой не коснулась война. С суровым испытанием прошла война через каждую семью. Оплатила жизнь вдов, сирот и инвалидов. А победители, вернувшиеся с фронта, всю жизнь пролезли в себе осколки снарядов, мин, пуль, а на сердце следы булого горя и страдания. Есть ли лекарство от этих ран? Есть. И называется оно память. И сыновей поклон всем советским людям, защитившим Отечество в суровые дни Великой Отечественной. Всем нашим землякам-тагестанцам в военной поры, погибшим на поле брани и умершим от ран. Всем, кто не дожил и всем смертям на зло довоевался до победы. И тем, кто здравствует поныне. Поклонимся, как сейчас спелась песня, живым и мертвым. Имена и подвиги фронтовиков дагестанцев, так и всех советских воинов, обеспечивших величайшую победу в самой тяжелой войне, когда-либо пережитые человечеством, бессмертны, и навсегда останутся благодарны памяти народной. Вечная память всем, кто ковал победу. Давайте все будем... Слово предоставляется Исмаилову Исаку Султан Саидовичу, председателю Совета Молодежи и главе муниципального образования в Касаревковский район. Чтобы отдать данное уважение воинам-освободителям, которые очистили эту землю от фашистской чумы. Но мы также скорбим о тех миллионах людей, невинно загубленных жизнях за эти страшные годы. Эта война пришла в каждый дом, и в каждом доме есть свои герои, ушедшие на фронт. С каждым годом участников тех великих сражений с нами все меньше и меньше. Мое поколение одно из тех, кому посчастливает быть лично знакомыми с этими легендарными людьми. Мы из первых уст услышали о них, рассказы о воинской доблести, тяготах войны. Рассказывали они о них смешанных чувствах, воспоминания, которые одолевали их. На их глазах проступали слезы. Это были слезы о своих боевых товарищах, уже которых не было с ними. Это были слезы о тех близких, кого они не смогли защитить. Все то, что они прошли, они прошли ради нас с вами, ради всех благ, которые мы сегодня имеем. А основное из них это мирное небо над головой. И на наши плечи в эти годы ложится ответственность за сохранение правды о той войне, так как наши так называемые западные партнеры из года в год хотят очернить подвиг советского солдата. Мы должны не только в преддверии Дня Победы, но и каждый день говорить миру о том, что это наш народ освободил мир от этой заразы. И это наш земляк поставил жирную точку в этой войне, подразумев знамя Победы над поверженным Истагом. Мой дедушка Исмаилов Аблухаким Исакович, герой России, знаменосец Победы, прошел финскую и Великую Отечественную войну. Он был призван в армию в далеком 1938 году, был демобилизован спустя долгих 7 лет. Получив 5 ранений, он из раза в раз возвращался в ряды Краснознаменной армии. Он прошел с боями всю Европу, где день за днем, метр за метром, они шли к победе и итогам ракных подвигов была безоговорочная капитуляция фашистской Германии в 8 мая 1945 года. Этот человек для меня всегда был и будет примером любви к своей Родине, примером, насколько сильным духом может быть человек и примером дружбы и сквочения. Он был всегда рад гостям в своем доме, но и делом доказал, как нужно встречать тех, кто хочет навязать нам свое мнение. Дорогие друзья, от лица молодежи нашего района, от себя лично хочу поздравить вас с этим прекрасным днем, праздником Победы, Днем Победы. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, просвидания и никогда не забывать о том, что сделали предки для нас, отдав жизни за нашу свободу и возможность для нас жить. Так давайте же будем достойны памяти тех храбых воинов, через кого мы здесь сегодня собрались с вами. Спасибо. Пахнет живая. Она живет в старых фотографиях, пожелтевших письмах. И в свежих цветах на могиле неизвестного солдата. Память живет в военных фильмах и песнях. Слова, которые мы знаем наизусть, которые давно стали частью нашей жизни. Это живое дыхание памяти мы чувствуем и сейчас, и потому именно здесь мы будем вспоминать об этой войне. Еще мы будем петь самые любимые песни военных лет. Война и песня. Что может быть общего? Казалось бы, тягот и страдания военного времени не оставляют места для песни. И тем не менее, песня всегда сопровождала солдата. Песни были необходимы солдатам на войне. И в походе, и на привале, и даже в бою они вдохновляли бойцов. А сколько было создано песен о войне? Порой только песня с ее жизненным текстом и музыкой спасала, поддерживала, придавала боевой дух и просто сплачивала. Дорогие друзья, в этот праздничный день артисты Центра традиционной культуры народов России подготовили концертную программу «Будем жить», посвященную 73-й годовщине Великой Победы. Постарела мать за тридцать лет А вести от сына нет и нет Но она все продолжает ждать Потому что верит Потому что мать И на что надеется Она Много лет, как кончилась война Много лет, как все пришли назад Кто бы мертвых, что в земле лежал Смотрим в дальние силы Бальчиков без сердцев неприятно Расслов и славы По весне Фильм документальный О войне Все пришли в кино и стальма Кто познал войну и кто не знал Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой Расслов и финансовЭля Труд мог Расслода посвящаться Neret Хорошо, как все пора Победу в день По местам В следующемele Победы А тот Победы Победы И пронесся Материйский Крик Олейсей Корр b Алексей, Алёшенька, сынок. Алексей, Алёшенька, сынок, словно сын её услышать мог. Он вонулся из-за шеи в бой, Стала мать прикрыть его с собой. Всё боялось, и в год упадёт, Но сквозь годы мчался с ним вперёд. Алексей кричали «Зимные дни!» Алексей просили «Давайте дни!» Алексей, Алёшенька, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить, Просит мать о сыне повторить. И по таку снова он бежит, Жизнь здоров не ранит, не убит. Алексей, Алёшенька, сынок! Алексей, Алёшенька, сынок! Алексей, Алёшенька, сынок, Словно сын её услышать мог. Алексей, Алёшенька, сынок, Словно сынок! И внутри огоньäch, сынок, Словно сынок! О, ÉAN! Словно сынок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Плечом к плечу врастаем в землю, тут горит и кружится планета Над нашей Родиною дым, и значит нам нужна дна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой указ, звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим И значит нам нужна дна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Штурска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие брать дела Когда-нибудь мы вспомним это И не повериться самим Антелче, нам нужна дна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж бессилен он Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Весна сорок пятого года Как ждал тебя синий тунай И народом Европы свободу Принет жаркий солнечный май На площади ели спасенной Собрался народ старый млад На старой израненной битве гормой Вальс русский играл наш солдат Помнит века, помнит Альпы и Лунай Тон цветущий и поющий Я не знаю Вильх и песок в русском парсе Сквозь гостя Помнит сердце Не забудет никогда ПЕСКИЙ СИГНАЛ И он даст наверно и смело Солдатский бой с этот звучат Примерно кручилось и пело Как будто за штрафу сыграл А в полочки спустился Наверно, милый мой идет На нём зашит наивность тёрка, Она с ума меня сведёт. На нём зашит наивность тёрка, Она с ума меня сведёт. На нём подлоги золотые, И яркий орды на груди. Зачем, зачем я пастычала Его на жизни на пути? Зачем, зачем я пастычала Его на жизни на пути? Зачем когда-то ходит мимо, С улыбкой машет не рукой? Зачем он в наш компост приехал, Зачем нарушил мой покой? Зачем он в наш компост приехал, Зачем нарушил мой покой? Его увижу в сердце сразу, Моей волнуется груди. Зачем, зачем я пастычала Его на жизни на пути? Зачем, зачем я пастычала Его на жизни на пути? Зачем, зачем я пастычала Его на жизни на пути? Зачем, зачем я пастычала Его 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 на пути? Гордо лет над нами Наши родины с нами Головы вверх, гордо ронять За тебя родина мать И до конца будет стоять За тебя родина мать Мы будем верить, будем гулять За тебя родина мать И до конца будет жив украсть За тебя родина мать О, по-любе, дурь Про себя щучу М-м-м-м-м-м Я тебя люблю По мою еду Тихо ронять пою М-м-м-м-м-м-м Я тебя люблю По небу лети Жуна и дни Родина Гордо летний сын Тихо ронять пою Сердце в меня Родина И моя День Победы 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 Старничный бюджетный, наоборот, козырный. Совершенно.